Супруги полковниковы встретили друг друга в далёких 60-х. Вместе работали на одном предприятии. О своей истории и любви рассказывают просто. Познакомились, понравились друг другу и вскоре расписались. Как-то случайно после совещания вышли из зала и в одно направление. И встали, завязался разговор. В парке остановились на лавочке, посидели, поговорили и потом начали ежедневно встречаться. Молодые были. Мне он понравился, я ему понравилась. Мы работали отлично оба. У нас награждений много. У нас даже в трудовой некуда было вписывать похвальные грамоты, денежные премии. Вкладыши были там. Но за трудовыми достижениями не забывали друг о друге. В браке родился сын Игорь. Именно вслед за ним, выучившимся на моряка, позднее и поехали полковниковы в Севастополь. Много лет все вместе они будут строить красивый и большой дом своей мечты. Мы на пенсию пошли. Двухкомнатная квартира у нас хорошая была в Воронеже. Что мы будем там делать вдвоём, если у нас один сын и где-то далеко от нас. Ну, он пожелал, чтобы мы переехали в Севастополь. И им тут давали вот эти участки бесплатно. Начали дом строить. И строили сын и отец. В основном, да. У нас техника была только плит, перекрытие. Они тут уж не смогли, перекрыли. А это, ну, вся кладка, вся побелка. И мне досталось тут немало шпаклевать, штукатурить. Но в 2011 году Виктору Сергеевичу и Нине Константиновне пришлось пережить горе. Игорь, ещё молодой и крепкий мужчина, скоропостижно скончался от тяжёлой болезни. Пройти через этот сложный этап помогла невестка Вероника и внук Никита. А ещё совместный труд, любовь и уважение к друг другу, которую супруги сохранили и по сей день. Им удалось мало того, что сохранить семью, им удалось только в жизни полезного сделать. Ведь, как это не пафосно звучит, труд для них стал не смыслом жизни, а радостью жизни. Единственное сожаление, которое вот у них всё время звучит, это сожаление о том, что они ещё не всё сделали, что ещё нужно что-то доделать, где-то отремонтировать. Сажаем, копаем, сидеть-то вроде пока силы-то ещё и есть, мы не сидим без дела. Бывает и конфликт, как же без этого. Поссоримся, думаем, не до хорошего там. Ну, в основном мирно живём. Что нам делить-то? Мы оба горячие, но всё же находили в общий язык и так вот и прожили 60 лет. Живём. Всего хватает. Любовь к дому своему, любовь к труду, любовь к окружающему миру. И вот мне очень хотелось бы эту историю осветить и хотелось бы поблагодарить их за их жизненный путь, за ту помощь, которую они, по сути, нам оказали. Согласитесь, дом не маленький и, несмотря на это, это их совершенно не пугает. Они мало того, что за ним ухаживают, задерживают его в идеальном состоянии. Вы видели и приусадебный участок. Делают это они с огромной радостью. Вот что меня всегда в них восхищает и чему я всегда буду учиться. Мы попросили бриллиантовых юбиляров повторить одну из их совместных фотографий в семейном альбоме. Кажется, будто время не имеет власти над их любовью. Стоя на балконе, супруги Полковниковы также улыбаются и смеются, как и шесть десятилетий назад. Полина Галушка, Юрий Риутин, Севинформбюро.